Девчонки, сейчас такую вещь скажу. Если ваш мужчина в какой-то момент взял и от вас отдалился, стал хуже отвечать, меньше нежности, стал больше направлен в себя, это не значит, что он вам с кем-то изменяет или он вас разлюбил. Просто, когда нам плохо, нам хочется пообщаться, выговориться, им наоборот, хочется решить все проблемы самостоятельно, то есть побыть в одиночестве какое-то время. Вы просто возьмите, проявите свою любовь по отношению к этому мужчине и дайте ему эту возможность побыть в одиночестве. Он к вам потом вернется и будет вам безумнейшим образом благодарен. Удивительно, но факт. Есть женщины, которые все прекрасно понимают. Понимают, да просто делать ничего не хотят. Да как так? Женщина оставит мужчину в покое. Это же уму непостижимо. А вдруг он возьмет и разрулит все без нее. Сделает все красиво, классно и четко. И что же она потом будет делать? Ей же потом придется смириться с тем, что она на вторых ролях, а мужчина ее абсолютно самостоятельен. Нет, так делать нельзя. Нужно обязательно засунуть свое жало и подсказать ему, как сделать нужно. Как правильно. Ну, а знаете, еще такой момент очень интересный. Я думаю, многие его замечали. Если у мужчины что-то не получается, женщина потом кричит. А я тебе говорила. А если получается, она тоже скажет. Ну вот видишь, я же тебе говорила. На самом деле, еще раз повторяю, дорогие мои женщины. Не лезьте в мужские дела. Не ваше это. Получается мужчина, не получается. Это его ошибки, он на них учится. Если не получилось, поддержите. Не надо клевать. Получилось? Похвалите. Да и вообще, хвалитесь хотя бы за то, что он старается делать для вас же.